Президент Зеленский отправится во Францию, чтобы попросить НАТО сбивать ракеты РФ. Об этом пишет Униан, ссылаясь на издание «Политика». Владимир Зеленский примет участие в праздничных мероприятиях ко дню высадки союзных войск в Нормандии в начале июня, а также саммите стран группы Семи в Италии. Об этом сообщили два информированных источника издания. Президент использует эту поездку для призывов к увеличению военной помощи Украине. Кроме того, он намерен потребовать от США и Европы конфисковать российские активы для помощи в финансировании обороны и восстановлении Украины. Присутствие украинского лидера во Франции будет иметь огромный символический резонанс. Мировые лидеры соберутся на побережье Нормандии, где 80 лет назад почти 133 тысяч солдат из США, Великобритании и союзных стран высадились на материковой части Европы, чтобы разгромить нацистскую Германию. Это крупнейшее десантное вторжение в военной истории. Тем временем в Польше рассматривает вопрос о возможном привлечении своих систем ПВО для сбития российских ракет вблизи польских границ. «Этот вопрос рассматривается с юридической и технической точек зрения, но никаких решений в этом деле нет», — сказал представитель МИД Польши Павел Вронский. Он также отметил, что Украина обращалась к польской стороне с такой инициативой. Разговоры по этому вопросу в Польше появились после инцидента с нарушением польского воздушного пространства российской ракетой в марте. Тогда она была на территории страны 39 секунд. «Я лично передал сигналы польской стороне, США и другим странам, что мы готовы подписать все бумаги, что если они будут сбивать российские ракеты над нашей страной, они не будут нести ответственность, если она упадет и что-то подорвется». Пока союзники думают, как закрыть небо над Украиной, в США всерьез заговорили о снятии ограничения на удары по РФ. Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон сказал, что Украине нужно разрешить вести войну с Россией так, как она считает нужным. «Они должны иметь возможность дать отпорт», – подчеркнул спикер. В то же время госсекретарь Энтони Блинкин во время выступления перед Комитетом Палаты представителей по иностранным делам заявил, что Штаты не одобряли ударов американским оружием по территории России. Однако Украине придется принимать свои собственные решения. Продолжение следует...